Писать и читать еще толком не умеют, но уже громко заявляют о себе. Первоклассники стоят смирно на торжественной линейке, только когда звучит гимн России. Под российским флагом новый учебный год в Сочи встречают 500 детей из украинских семей, которые убежали от войны. Для каждого ребенка нашли место за школьной партой и помогли купить форму. Приехали с Макеевки, это Донецкая область, добирались очень тяжело, через границу, а сейчас все хорошо. Приняли нас, помогли устроиться в школу. Директор школы очень хорошо, тепло встретил. Большое спасибо. Количество первоклассников в Сочи в этом году рекордное, их больше 5000. Каждого в добрый путь провожают педагоги и родители. С праздником знаний поздравляет глава города Анатолий Пахомов. Очень важно, чтобы каждый ребенок нашел для себя в школе не только знания, но еще и увлечения. Сегодня в городе Сочи для этого создано все. В добрый путь. С началом учебного года вас. И всем здоровья, счастья и удачи. Для тех, кто старше на 10 лет, этот сентябрьский школьный звонок – последний. 2011 классников без пяти минут студенты. Обещают, в этом году будут упорно грызть гранит науки, чтобы поступить в лучшие вузы страны. До этого 1 сентября было для меня каким-то таким, знаете, днем не очень. 1 сентября опять школа. А сегодня, ну последний год, и вот только сейчас сознание пришло, насколько буду скучать со своими одноклассниками. В торжественной линейке за школьные парты здесь многодетные классные мамы рассказывают. В ближайшие годы изучить предстоит немало, а в расписании много предметов. Но русский язык и литература прежде всего. Через 10 лет каждый должен знать от и до Пушкина, Толстого и Лермонтова. Каждый год, каждый раз я все равно волнуюсь. Мне очень, конечно, я с радостью принимаю учеников, с радостью учу, потому что это цель моей жизни, это вся моя жизнь. В школьной программе много нового. Внедряются электронные учебники и интерактивные доски, возвращаются экзаменационные сочинения и нормы ГТО. Новыми стали и учебные классы. Например, старейшая на курорте гимназия номер 16 открыла двери после капитального ремонта. Этот год олимпийский, 14-й год, и вы прекрасно видите, как изменился наш город. Гимназии, школы, они совершенно другие. Сегодня город делает все для того, чтобы дети, учащиеся в гимназиях, они смогли учиться, познавать все. В этой школе учился я, дети мои учились. И мне сегодня очень важно находиться здесь и как депутату, и как жителю микрорайона Быха, именно в той школе, где я учился. И пока наши ученики учились, благодаря нашему главе города Сочи, депутатам, мы сегодня имеем отремонтированную школу. И огромное ему спасибо. А детям желаем удачи. Классы, спортзалы, библиотеки приводили в порядок всем городам. Львиная доля средств была выделена из муниципального бюджета. Кроме того, некоторые организации откликнулись на предложение главы города помочь финансово. Выделили необходимую сумму. Денег хватило, чтобы выполнить все требования Роспотребнадзора, пожарной инспекции, и сделать так, чтобы учиться было не только интересно, но и безопасно. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.